Праздник 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 Как говорят святые отцы, явилось тем орудием победы, которое помогло человеку опять вернуться к Богу. Именно через крест. И в чем сила и особенность креста Христова? В том, что крест все преображает. Именно крест Христов все собой преображает. Некогда это было позорное орудие казни, но благодаря распятию на нем нашего Спасителя, крест стал орудием спасения для каждого верующего человека. И сегодня мы с вами прославляем, как говорят святые отцы, что крест достоин собственной славы. Не потому, что он просто крест, а потому, что он крест Христов, на котором Господь вознес грехи всего рода человеческого. На кресте Господь избавил каждого из нас от греха, проклятия и смерти. И удивительно, что уже многие-многие века мы с вами, дорогие братья и сестры, пользуемся этим орудием, пользуемся повсеместно. Из истории церкви мы с вами знаем, что было множество явлений креста, множество было таких божьих знаков. Самое известное это касается царя Константина Великого, через которого Византия приняла христианство, на котором закончились гонения. Когда он не мог победить врагов, Господь явился ему, сказал, увидишь знамение на небе и с ним победишь. И вот, когда перед сражением, перед битвой, Константин увидел на небе крест. И он вспомнил этот сон, вспомнил обещание Господа. В жизни каждого христианина также крест имеет очень большое значение. Мы с вами являемся носителями креста Христового. У каждого православного христианина есть на шее крест на цепочке, на котором, что написано, спаси и сохрани. Главный атрибут священника, священнослужителя тоже является крест. И ни одно богослужение, ни одна молитва не совершается без крестного знамения. Крестное знамение, оно присутствует везде. Почему? Потому что крестное знамение изменяет естество и суть того, что мы благословляем. Недаром мы на себя ежедневно накладываем, осеняем себя крестным знамением, освящая наши мысли, освящая наши чувства, освящая наши намерения. Когда мы вкушаем что-то, тоже мы благословляем. Самые простые примеры из нашей жизни. Почему мы так делаем? Мы иногда не задумываемся, потому что крест Христов преображает все то, к чему он прикасается. Воду мы освящаем тоже. В храме, когда совершаем молебен, на освящение в воде тоже погружается крест в воду, ничто иное. И множество из истории есть такой случай. У преподобных отцов, у столбника, одного из столбников, знаете, был такой раньше вид подвига. У преподобных они взбирались на высокие столпы, с которых было практически невозможно спуститься. И вот там они находились долгие годы. Их с земли послушники, их ученики приносили им пищу, поднимали по корзине, по веревке. И, конечно, у отшельников было очень много искушений всегда. И мы с вами знаем из церковной истории о том, что дьявол может являться в любом виде, даже в виде Иисуса Христа, нашего Бога. Но единственный образ, в котором не может явиться дьявол, это образ Христа. И всегда у преподобных, у отшельников было такое правило. Прежде чем что-то сделать или с кем-то заговорить, нужно было осенить себя крестным знаменем и осенить крестным знаменем своего собеседника. Это было золотое правило. И кто из отцов, из преподобных забывал о другом правиле, очень часто падали в искушения, падали греховно, падали в духовную прелесть. И вот один из таких случаев ярких, когда был мушник и преподобный столбник, многие годы он совершал молитву, хаялся в своих грехах. И вдруг в очередном, когда он совершал молитву, во время молитвы, он видит огненную колесницу. И на этой колеснице Спаситель говорит, что вот ты молодец такой, ты уже много совершил, ты уже спасся, ты уже достоин, ступай ко мне в колесницу. И преподобный уже подумал, обрадовался, что ну вот, наконец-то, заслуженные мои молитвы, годы терпения, годы измождения, я смогу действительно стать достойным. Но в последний момент он перекрестился, и перекрестил эту колесницу, и видение исчезло, и он остался на столбе. Конечно, преподобный потом долго каялся от того, что он прелестился, и если бы он ступил, он бы разбился. Потому что там на самом деле, да, это было дьявольское довождение, дьявольское искушение. Вот такие вот были случаи множество, такие случаи у нас с вами встречаются просто в нашей жизни. Они не такие явные, колесницы за нами не приходят, но в нашей жизни ежедневно мы с вами испытываем искушение. Поэтому очень важно, дорогие братья и сестры, всегда ежедневно, утром, когда мы с вами встаем, прежде чем начать общение дома, решать какие-то вопросы, еще что-то, конечно, надо перекреститься перед образами. Это самое первое, что мы должны с вами сделать. На ночь глядя тоже мы с вами, уже отошедшие от наших дел, забот и попечений, опять же, нужно перекреститься. Конечно же, мы с вами совершаем утренние молитвы, совершаем вечерние молитвы, в течение дня совершаем молитвы, но крестное знамение должно все предварять. Потому что изгоняет силу дьявольскую, весовскую, преображает вокруг нас все, преображает наши мысли, наше настроение, защищает нас. Будем об этом помнить, прославляя крест Христов, надеясь на то, что Господь, Его сила крестная всегда будет с нами. И доведет нас до нужного нам пути в Царство и Божие. Спасибо, Господи, за молитву, всем вам Божьей помощи, благословения. Храни всех вас, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok